привет ребята вы готовите домашние колбасы ветчины нет так давайте сегодня приготовим я хочу показать вам сегодня очень вкусную деликатесную ветчину из утки да да из утки великолепное дополнение на вашем праздничном столе утка мне нужно отделить кости от мяса убираем все железы густую сразу срезаю у нас семье и одни любят ну честно говоря она очень мускусная многие могут сказать ты посмотри сколько мяса нет ребят здесь никакого мяса нет здесь две больших железы жировых но и сплошной жир поэтому в принципе если вы не хотите испортить себе вкус будущего блюда просто выбрасывайте ну и давать аккуратненько аккуратненько все снимаем ну вот ребятки видите отличная у нас получилась заготовка из этих субпродуктов получится прекрасный замечательный супец все в холодильник возвращаете и используйте по необходимости мяско мы отделили теперь давайте создадим посолочную смесь сколько нужно соли я уже много раз говорил для того чтобы получить вкусный продукт нам нужно два процента соли я всегда все рассчитываю на глаз никогда ничего не делаю всегда взвешиваю и так у меня утка кило 280 мне нужно два процента соли один процент у нас вами будет нитритно-натриевая смесь один процент обычная соль обычная морская соль рассчитываем 25 и 6 грамм общее количество соли до 25 и 6 грамм делим на 2 12 8 нитритка нитритка и 12 и 8 соль нитритная натриевая смесь морская соль соли разобрались все ясно да для чего нам нужна нитритно-натриевая смесь первое это вкус без нее у нас с вами не получится того самого правильного беконного ветчинного вкуса второй момент нитритно-натриевая смесь подавляет развитие палочек ботулизма короче говоря она нам помогает чтобы мы не заболели когда изготавливаем различные колбасы ветчины ну и тому подобное пошли дальше соль у нас есть пошли я добавляю буквально пол чайной ложечки чили столовая ложка сухой чеснок столовая ложка сухой лук 1 4 чайной ложечки черный перец это корица корица суткой ребята это как свадьба с музыкой но нужно немножко вот буквально на кончике на кончике ложечки вот этого количества достаточно чтобы мы с вами получили уникальный аромат и вкус нашего готового продукта но при этом чтобы ваши едоки ваши будущие гости так и не поняли что же это такое интересненькое я бы сказала уточка с французским оттенком да так и есть симпатичные специи да пахнут вкусно замечательно все это дело с вами посыпаем произвольно отправляем нашу утку в контейнер закрываем пекарской бумагой это нам необходимо чтобы предотвратить контакт мясо с воздухом закрыли крышкой отправляем в холодильник два дня каждый день мясо массируем переворачиваем понятно через два дня встретимся и будем с вами продолжать работать с нашей будущей ветчиной друзья у меня прошло двое суток 48 часов давайте посмотрим что у нас здесь с мясом великолепный запах чувствуешь анютка да видите какой цвет это говорит о том что нитрит натрия очень хорошо прореагировал с белком мяса учитывая что утка у нас невероятная жирная часть мы помолим а часть пожарим грудка кожа на фарш все жирные обрезки кожи в сторонку мы из них с вами сейчас сделаем шкварочки постное мяско ноги я его буду нарезать достаточно крупными кусочками для того чтобы наша ветчина была фактурная красивая шкуру режем на кубики и жарим делаем ребятки шкварки мясо возвращаем обратно в холодильник ждем пока шкварки полностью не выжарится не отдадут свой весь жир и не превратятся ну как вы знаете как выглядят шкварки мы их с вами потом охладим и добавим в наш состав ну вот ребятки вот этого достаточно сильно не нужно ужаривать иначе будет суховато отправляем в холодильник буквально через пару минут наши шкварочки остынут и мы продолжим работать над нашей ветчиной но что необходимо для того чтобы создавать ветчину в домашних условиях первое это термометр щупом это очень важная вещь без нее можете даже не начинать купите в алиэкспресс стоит буквально 2-3 доллара целлофан симпатично на это не пластик сразу вам скажу пищевую целлофановую пленку изготавливают из вискозы а сырьем служит природная целлюлоза которая получается из древесины хлопка ребята это полностью натуральный продукт он не синтетический еще во времена советского союза целлюлозную пищевую пленку использовали для всех вареных албас сосисок и сарделек помните ну кто кто моего возраста наверняка помнит знаменитую докторскую колбасу так вот она была упакована именно в целлофановую натуральную пленочку основные преимущества пищевого целлофана по сравнению с синтетическими это ее пропускная способность то есть она пропускает пар дым фактически эта пленка дышит когда продукт готов благодаря натуральному целлофану он очень долго свежий продукт не преет я сразу покупаю метров 50 вот я купил где-то полгода назад но половины уже нету вы меня можете спросить где же ее взять то ребят ну очень все просто интернет-магазины по вашему месту жительства или же допустим там по россии это тоже не проблема даете поиск купить пищевую пленку целлофан для производства колбас ну и тому подобное вам необходимы будут перчатки для чего когда мы будем с вами работать с вашим нам нужно чтобы фарш не нагревался необходимо поддерживать постоянную низкую температуру грудку на кусочки делаем фарш шквар очки остыли очень холоды пропускаем вместе с мясом теперь нарезаем мясо произвольными кусочками по сантиметру по два ну конечно очень красивый совершенно верно это получается у нас как бы ветчинная колбаса перекладываем в миску металлическую желательно и вымешиваем несколько минут очень очень тщательно да с усилием совершенно верно ну вот видите как бы тянется все это дело отправляем сейчас в морозилку термометр выставляйте целевую температуру 5 градусов тепла вставляем щуп в мясо закрыли отправили в морозилку все ребятки видите я снизил температуру до 6 градусов целевая была 5 ну 6 тоже отлично сделаем сейчас форму придадим ему так чтобы поменьше пустот было до формирую колбаску сейчас мы и сюда вот так вот зачем нам нужно охлаждать вот скажем так заготовку спарша дело в том что во время приготовления нам необходимо сохранить состояние эмульсии то есть мы с вами его перемесили сделали однородную массу и отправили в морозилку вот опустили температуру до 6 градусов по цельсию благодаря этому мы не получим бульонный отек так называемый то есть во время приготовления наша с вами будущая ветчина колбаска она сохранит свою единую структуру и форму если мы этого с вами не сделаем то мы с вами получим просто-напросто котлету влага отобьется от мяса то есть мы сделаем вот эмульсию в майонезе нечто подобное мы с вами сейчас сделали с нашей будущей колбасой если будут пустоты это тоже не страшно в конце концов это у нас крафтовая история делаем мою вручную достаточно 2-3 слоя больше не нужно рекомендовано не превышать 12 градусов по цельсию то есть работая с фаршем готовя подобные деликатесы 12 градусов по цельсию я бы вам рекомендовал не превышать 8 градусов по цельсию я сейчас заклею край осталось мясо я добавил немножко воды и вот так вот смочу делаем мясницкий узел так 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 получилось у нас такая петелька затянули еще одну сразу закрутили макаромеда так делают поджали а теперь будем сейчас затягивать с вами затягивается поплотнее было держите здесь натягиваем фактически я делаю каркас для нашей будущей колбаски что делаем дальше теперь нам необходимо колбасу постепенно согреть мы сейчас отправляем ее в холодильник уже не в морозилку просто холодильник оставляйте ее там на час так чтобы она с пяти градусов вернулась на 78 у меня прошел час следующий момент нам необходимо согреть нашу будущую ветчину я выставляю температуру 20 градусов по цельсию загоняем щуп и жду когда мне таймер сообщит что внутри куска 20 градусов по цельсию у меня прошло три часа температура внутри батона у меня достигла 20 градусов я продержал три часа но например у вас сейчас вечер да вы же не будете полночи ждать этих три часа это не проблема можете смело оставлять на 5 на 7 на 8 часов от этого ваша будущая ветчина только выиграет у нее будет будет красивый интенсивный цвет вот посмотрите что у меня произошло за три часа видите какой цвет он стал более глубокий насыщенный как мы будем с вами готовить существует классическая традиционная колбасная схема это об сушка обжарка варка слушай а почему так долго и такие температуры не легче ли просто запечь на 180 градусов это очень хороший вопрос ребята для того чтобы получить правильный беконный вкус цвет ветчины вот как мы привыкли видеть ее до нам необходимо вот этот постепенный подъем и прогрев ее ни в коем случае нельзя превышать температуру 90-100 градусов ни в коем случае вот мы с вами в принципе будем запекать вот этот вот кусочек вот этот батон не менее трех часов вот так вот долго если например я сейчас поставлю в пристава смеисти градусов мы с вами получим просто печеную утку это будет типа котлеты влага разойдется она не будет держаться понимаете как то есть это будет совсем уже другая история совсем другой вкус ветчина готова красивый цвет все прекрасно она плотная готова я выставил целевую температуру 69 градусов во время отдыха она поднялась еще до 71 ну и сейчас потихонечку опускается теперь что мы делаем дальше ее нужно охладить до комнатной температуры оставляйте у себя ее на кухне и если у вас допустим вечер можете спокойно идти спать щуп не вытаскивайте потому что как только вы вытащите сразу соки начнут выходить из мяса как только она остынет мы сразу будем ее коптить нашу ветчину кроме нитритонатрия я ничего не добавлял ни фосфатов никаких других стабилизаторов влажности ничего поэтому соки естественно чуть-чуть выйдет но за 5-6 часов большинство сока вернется обратно в нашу ветчину она получится нежная и сочная ну ребята пришло время коптить ветчина наша отдохнула 7 часов отличный цвет по поводу копчения последний год я получил огромное количество комментариев по поводу нашей коптилки многие говорят классная идея супер другие говорят такого быть не может на балконе не коптить невозможно дымогенератор такой он не дает никакого вообще дыма все это фигня и тому подобное ребята сейчас я вам покажу свою коптилку я ее намеренно не стал мыть после последнего копчения чтобы видели что она рабочая на улице февраль месяц прохладно плюс 3 градуса работает коптилка я вам сразу заявляю и зимой и летом отлично великолепно во всяком случае для бытового копчения вот так вот больше и не надо и так вот мой дымогенератор видите какой он с последнего копчения все сгорело вот это вот моя коптилка вот видите дырочки через которые у нас проходит воздух вот в этом месте как вы видите я сделал такую полочку на ней у меня стоит дымогенератор чтобы у меня не заваливался конструкция предельно проста я ее сделал из обычного бытового гриля копчу я на альхи вот посмотрите к фракции дерево в среднем 12 миллиметра не более они прекрасно дают дым чем я их разжигают вот я пользуюсь такими брикетами для разжигания мангалов это древесина пропитанная воском кстати я их режу на две части потому что слишком много вот этой небольшой половинки вполне достаточно чтобы разжечь наш дымогенератор я освободил улитку видите края нам это необходимо для того чтобы наш дымок постепенно шел по кругу ставим его в это место и и даем разгореться все предельно просто отличное пламя все разжигается этого достаточно эту штучку убираю шутка наша замечательная колбаска все закрываем ну ребята как вы считаете коптилка работает отличный дымок для двух-трех колбас или пару курочек вполне достаточно вот смотрите внутри какой о ну прелесть больше и не надо ну ребята прошло у меня в среднем 6,5 часов обратите внимание колясочка полностью прогорела наша личина готова пойдемте смотреть друзья наша эпопея практически закончена если у вас нет такой коптилки как у меня после того как ветчина готова остыла закрываете ее в пергаментную бумагу отправляйте в холодильник хотя бы на 5-10 часов для окончательного созревания вкуса но у нас есть коптилка поэтому вкус нашей ветчины ребята будет отличаться в лучшую сторону что делаем дальше кушать? нет кушать ее не надо сейчас опять же закрываете ее в пергаментную бумагу и отправляете хотя бы на 5-10 а то и лучше 24 часа так чтобы дымок окончательно проник в ткани мяса и ваша ветчина получится просто невероятно ну красота давай посмотрим вид шикарный, да? там жирочки, кусочки мяса очень аппетитно то есть выглядит монолитом по-любому это ветчина конечно пустоты это ну считается браком но учитывая что мы делали это своими руками не использовали никаких машин это допустимо крафтовая ветчина это никакой не брак мы покупаем в магазине итальянское салями и у них такие есть пустоты ну хорошо я вчера вам показывал слегка отбилась жидкость, да? так вот ее видите? нету она полностью всосалась колбасой обратно разошлась да да ну вот кусочек так, Анютка ну, давай дегустируй сочно нежно легкий аромат дымка в меру посолено шикарный вкус ела бы такие бутерброды и ела бы вкуснейшая магазинная колбаса и не спрашивай вкусней это вообще даже не этичный вопрос абсолютно верно теперь я попробую замечательный кусочек ну, смотри запах роскошный именно эта утка то, что мы и добивались вкус бекона запах вот нитритная соль дала именно то, что нужно это не просто жареное утиное мясо это уже колбаса правда, что ох, великолепно великолепно ну восхитительно очень-очень далеко вкус корицы очень далеко ты почувствовала? я почувствовала но он настолько далеко и устанченный что его не почувствуешь сразу то есть то, что мы и добивались когда ты кушаешь этот продукт ты чувствуешь какую-то легкую экзотику ты не понимаешь что это за специя да? да, да ты не понимаешь о чем речь да да, ребята это именно и есть высший пилотаж кулинарии когда вы используете специи это вкусно невероятно все довольны но не могут понять что же там за ингредиенты сейчас я сделаю простые бутербродики покажу каким образом ну просто идею вы могли бы их подать своим гостям своим любимым и какие-то да 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok